Мост через реку Чахцуцыр будет восстановлен в течение месяца, а в Блиново откроется ярмарка выходного дня. Об этом стало известно на приеме адлерцев у депутата Госдумы. Сочинскому музею боевой славы переданы две репродукции панорамы штурма Рейхстага. Картины изготовили и передали в дар музею по поручению губернатора Томской области. Я профессионал. Всероссийская олимпиада стартовала в Сочи. Участники, а это тысячи студентов со всей страны, смогут пройти стажировку в ведущих российских организациях. Число победителей вошла из Сочинка. Ходьба по скоростной трассе. В Сочи проходит чемпионат России по спортивной ходьбе. Победитель прошел дистанцию за два с половиной часа. На Кубани впервые отметили день животноводства края. Торжественную дату утвердили в прошлом году в законодательном собрании. Идею праздника предложил губернатор Вениамин Кондратьев. В столицу региона приехали передовики производства со всей Кубани. Их наградили медалями, памятными грамотами и почетными званиями заслуженных работников сельского хозяйства. Отрасль животноводства без преувеличения стратегическая для Краснодарского края. Обратился к аграриям Вениамин Кондратьев. Животноводство разное пережило и в стране, и в нашем крае. От откровенного упадка, разорения до сегодняшнего первого шага с надеждой, что животноводству на Кубани быть. И результаты сегодня уже есть. Мы сегодня занимаем третье место в России по молоку. Пошли инвестиции в осьминоводство. Стали строиться новые фермы, расти поголовье. Птицеводы тоже не отстают. По итогам прошлого года мы заняли четвертое место в России по количеству яиц. И пятое по птице. Эти результаты последних двух-трех лет. И знаете, они в первую очередь получились, потому что есть вы. Конечно, сегодня государственная поддержка очень важна, чтобы мы на самом деле сохранили, развили и в дальнейшем были уверены в животноводстве нашего края. Полтора миллиарда рублей это была господдержка прошлого года. Я уверен, в этом году она будет не меньше. И, конечно, мы ее будем наращивать. Безусловно, мы будем субсидировать и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы. Потому что и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы вносят серьезный вклад в экономику своих территорий. Законодательные собрания и органы власти Кубани на особом контроле держат развитие агропромышленного комплекса. И особенно развитие животноводства. Это новая точка роста. А развитие возможно, когда есть государственная поддержка. Именно поэтому в марте прошлого года законодательное собрание во взаимодействии с администрацией края был подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Также на празднике наградили чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели победителям вручили ключи от автомобилей. Коммунальные проблемы, поврежденные стихии коммуникации и трудности при оформлении разрешительной документации на строительство. Это лишь некоторые темы, которые поднимали жители Адлерского района на приеме у депутата Государственной думы Константина Затулина. Жители сел Красная Воля и Хлебаро пожаловались на проблемы с водоснабжением. Энергосбыт за долги отключил подачу электроэнергии на насосную станцию, а сами насосы нуждаются в замене. В свою очередь МУП «Водоканал» начал работу над модернизацией насосной станции, но в связи с ротацией кадров работа приостановилась. Проблема пока остается на сегодня нерешенной в части оплаты за электроэнергию. Население на сегодняшний день без воды уже 10 суток. Полагаем, что на следующей неделе, в начале следующей недели силами населения мы закроем эту задолженность, финансовую часть. Энергосбыт дал обещание, что при закрытии части задолженности он подключит электроэнергию для насосной станции, и вода будет подаваться. Но это не решение вопроса. Константин Затулин в ходе встречи связался с новым директором МУП «Водоканал» Антоном Денисовым. Он сообщил, что уже в ближайшее время будет проведена работа по замене насосов. Также в ходе приема был решен вопрос по восстановлению моста через реку Чахцуцир в селе Нижняя Шиловка. Ремонт будет окончен в течение месяца. А противооползневые работы на участках дороги в селе Бестужевское начнутся в ближайшие две недели. Обратился к депутату и представитель ТОС микрорайона Блинова с просьбой посодействовать в организации ярмарки выходного дня на улице Лесной. Как выяснилось, ярмарка в Блиново появится в мае. Участок под это уже отведен, сейчас идет подготовка документации. Не обошлось и без уже привычной проблемы в Сочи – обманутых дольщиков. Вот у нас огромная проблема вообще, не только в связи с этим. Это законно и справедливо. Вот надо, чтобы законно и справедливо совпадало. Но у нас часто законно оказывается несправедливо. И вот в этом случае с обманутыми дольщиками – это, к сожалению, самый яркий пример. Надо вернуться к здравому смыслу. Надо наказывать тех, кто виноват, но надо делать максимум для того, чтобы невинные люди, люди обманутые и при этом как можно меньше страдали. Самая острая проблема коснулась жителей районов, прилегающих к аэропорту. В последнее время им отказывают в согласованиях на строительство на основании того, что Росавиации готовятся новые правила. Планируется расширить территорию зоны ограничения от аэропорта. Такие перемены могут создать неудобства жителям не только Адлера, но и Хостинского района и Краснополянского поселкового округа. Константин Затулин заявил, что подробно изучит ситуацию и предпримет необходимые меры для того, чтобы готовящиеся решения не создали дополнительных сложностей для сочинцев. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ Две репродукции панорамы штурма Рейхстага переданы в дар Сочинскому музею боевой славы. Он носит имя героя Советского Союза Ильи Сьянова. Одна из картин стала центральной композицией музея. Кто сделал такой подарок, узнала Елена Овсецына. От Томска до Сочи 4520 километров. Именно такое расстояние преодолели две репродукции панорамы штурма Рейхстага. Их изготовили и передали в дар музею по поручению губернатора Томской области. И не случайно. Командир 756-го стрелкового полка Федор Зинченко – сибиряк. Именно его бойцы 30 апреля 1945 года штурмом взяли Рейхстаг, а 1 мая водрузили на нем Знамя Победы. Илья Яковлевич Сьянов оказывал огневую поддержку разведчикам Егорову и Кантария. В Томске родился, жил герой Советского Союза Зинченко. Он был командир дивизии 756-й, в составе которой была группа по водружению знамен на поверженный Рейхстаг. И одной из род командовал ваш прославленный герой Сьянов, сын которого стоит сейчас рядом с нами. Поэтому, конечно, нам захотелось встретиться. Безусловно, это очень приятно. С низкой благодарностью теплый губернатор Томской области, чей земляк, командир полка Зинченко Федор Матвеевич, а наш, Илья Яковлевич Сьянов, они помогли нам. Действительно, очень ценно. Ценно, потому что и их панорама, которую они нам, дар музею, преподнесли, стала центральной экспозицией нашего музея. В Томске тоже есть такой музей, как Сочи, посвященный подвигу воинов, дошедших до Берлина в 45-м году и выдрузивших знамя победы над Рейхстагом. Но экспонаты там другие. Среди них нет, как в Сочи, мирно шагающих часов, которые достались Сьяному, как трофей из военной немецкой канцелярии. Здесь также хранятся документы, предметы военных лет, медицинские инструменты. Ведь Сочи, как известно, был городом-госпиталем. Мы вообще уделяем огромное внимание истории. И, конечно, музеев в городе очень много. И инициатива Совета ветеранов нами тоже принята. Мы в Сельске оказываем содействие. Музей боевой славы имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова открылся в микрорайоне Ареда недавно. Сначала это была комната памяти героя, созданная по инициативе Городского Совета ветеранов. Со временем экспозиция расширилась. Теперь вот пополнилась новыми экспонатами из Томска. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи на Малом Ахуне сгорел частный дом. Огонь моментально охватил двухэтажное строение. Дом, что называется, сгорел за считанные минуты, отмечают очевидцы. Ими стали жители соседних многоэтажек. Они же утверждают, что в соседнем стоквартирном доме в нескольких квартирах от огня полопались оконные стекла. Также очевидцы рассказывают, что во время пожара происходили взрывы, предположительно, газового баллона. В пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю данную информацию отрицают. Площадь пожара, который произошел накануне по улице дорога на Большой Ахун, составила 49 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Доноры в форме. В Сухуми, Военные России и Абхазии сдали кров для местных жителей. Благотворительная акция «Стань донором!» «Сдай кровь» нуждающимся больным прошла в лаборатории Республиканской больницы. Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа и Министерства обороны Абхазии впервые приняли участие в акции «Стань донором». Перед тем, как сдать кровь, солдаты прошли медицинский осмотр. Каждый из добровольных доноров сдал около 400 миллилитров крови. После проверки в лаборатории она будет передана в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи нуждающимся. В том числе для лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями. Кровь военнослужащие сдали разных групп, в том числе редких. Эта акция сплачивает людей и показывает, что люди разных национальностей вместе могут делать добро, отметила заведующая лаборатория Республиканской больницы Абхазии. «Солдаты военной базы Российской и наши солдаты участвуют, но вместе – это совместная акция первая. Это очень важно. Это, во-первых, акт гуманизма и взаимопомощи совместных между двумя армией, дальше степень». Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа намерены принимать активное участие и вносить свой вклад в развитие донорства Абхазии, а также сделать акцию «Стань донором» в Абхазии традиционной. «Кровь сдавал первый раз, давно хотел это сделать, тем более находясь в Республике Абхазия, помочь жителям. На протяжении всей службы, надеюсь, если получится, еще раз сдать кровь, так как много людей нуждаются». Всего российские и абхазские военнослужащие сдали около 25 литров крови в помощь больным. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. КОНЕЦ 19 февраля в Сочи переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем 5-7 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Этой ночью сочинцы увидят суперлуния. Это время, когда луна будет самой большой в 2019 году и подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Луна взойдет в 16.22. В это время жители Кубани смогут увидеть ее более яркой, чем обычно. Она будет оранжевого цвета. Ближе к красному. Пояснили ученые. Продолжаем выпуск. Сегодня в рамках зимнего фестиваля искусств в зале органа и камерной музыки состоялся галоконцерт лучших участников инструментального департамента Международной музыкальной академии фестиваля и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. А накануне прошла пресс-конференция главы города Анатолия Пахомова и маэстро Башмета. На курорте впервые с фестивальным проектом Юрий Башмет громко заявился 12 лет назад. И каждый год культурная площадка становится местом премьер театральных постановок, неожиданных дуэтов, открытия молодых талантов. В этом году к фестивалю присоединился русский музей и фестиваль «Территория». В целом же программа значительно расширилась. Появился курс лекций для тех, кто только начинает писать о культурных событиях. Организованы мастер-классы, видеопоказы, работа фотошколы. Мы очень рады тому, что большое внимание уделяется музыкально-литературным постановкам и спектаклям, потому что он действительно становится все шире и шире, как фестиваль искусств. Ну и самое главное, о том, о чем уже говорил Дмитрий, это о том, что все больше и больше деток, которые не только принимают участие, но потом продвигают свое мастерство, становятся профессиональными музыкантами. Фестиваль не должен прекращать свое существование. А мы, конечно, тоже небессмертные, понимаете, но раз уж так сложилось, что мы полюбились друг к другу, то он, конечно, будет жить. Слухи о том, что 12-й зимний международный фестиваль искусств в Сочи проводится в последний раз, напрасны. Мы намерены только расширяться и развиваться, пояснил Юрий Башмед. Зимний международный фестиваль искусств в Сочи продлится до 24 февраля. Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» стартовала сегодня в нескольких вузах страны. На базе Сочинского государственного университета прошел очный этап по направлению специальное дефектологическое образование. В нем приняли участие студенты со всех регионов страны. О важности Олимпиады расскажет Татьяна Говоркова. Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» проводится второй год. Площадками становятся лучшие вузы страны. В Краснодарском крае, как и в прошлом году, выбран Сочинский государственный университет. На его базе прошла Олимпиада по направлению специальное дефектологическое образование. Задания ориентированы не на проверку знаний, в этом их особенность, а именно на оценивание сформированности профессиональных навыков. Это отличный социальный лифт для талантливых студентов. Победители данной Олимпиады получат приоритетное право для поступления в магистратуру, аспирантуру ведущих вузов Российской Федерации, получат возможность прохождения стажировок в ведущих российских организациях. Всероссийская Олимпиада состоит из двух этапов. Заочный стартовал в ноябре и завершился в декабре. Из более 500 тысяч студентов в очный тур прошли 73 тысячи, в их числе и студентка третьего курса СГУ Ангелина Санкина. Для меня, наверное, это какая-то возможность, шанс попробовать свои знания проявить, как-то улучшить их, так как во время процесса подготовки мы все-таки узнавали много нового. На базе СГУ Олимпиада проводится только по одному направлению всего их 54. Главной особенностью Олимпиады является ее практикоориентированность. Кейсовые задания составлялись ведущими научными сотрудниками образовательных организаций и предприятиями коммерческой сферы. Они представлены в формате видеоролика, по которому студенты должны написать эсэ по так называемой ПОПС-формуле. Эта формула позволяет оценить не только уровень профессиональных знаний человека, но и его личную позицию, его отношения, его понимание этических стандартов. То есть там прям несколько критериев, по которым профессионал получается не только профессионалом какой-то нашей традиционной российской школы, но профессионалом, который открыт миру и соответствует мировым стандартам. Всероссийская Олимпиада «Я профессионал» – это не только возможность получить новые знания, но и отличный способ повысить вероятность своего успешного трудоустройства. Результаты очного этапа станут известны в марте. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня завершилась двухдневная программа командного чемпионата России по спортивной ходьбе. Накануне в рамках всероссийских соревнований на стадионе юг спорта в центре Сочи. Выступили атлеты до 18 лет. Девушки преодолели дистанцию 5 километров, юноши – 10. Ну а сегодня соревновательный день прошел на трассе Сочи-автодрома в Олимпийском парке. Там работала наш корреспондент Ольга Десятого. Как известно, плохая погода никогда не останавливает спортсменов. Вот и сегодня, несмотря на сильный дождь и достаточно низкую для юга температуру воздуха, атлеты вышли на старт дистанции 35 километров. Такую обычно они ходят на зимних соревнованиях. Летом – олимпийские 50. Сегодня представители не самого быстрого вида спорта проходили свою дистанцию на самой скоростной трассе. 11 женщин и 15 мужчин соревновались на Сочи-автодроме. С 2016 года мы принимаем у себя это соревнование. Что примечательно, произошли небольшие изменения. Сейчас у организаторов в формате проведения самого соревнования дистанция 10, 20 и 35 километров спортивной ходьбы. И впервые на дистанции 35 километров принимают участие девушки. Это очень примечательно. Погода не помешала проведению чемпионата, но все же внесла свои коррективы. Многие атлеты признались – очень замерзли, но не оставили борьбу, выкладываясь на дистанции. Дмитрий Чебарев из Мордовии преодолел 35 километров за 2 часа 31 минуту и стал лучшим на чемпионате страны среди мужчин. Это не мой личный результат. Я ходил и быстрее, но самый хороший результат, я думаю, что это победа. Было очень прохладно. Это ощущалось по ходу дистанции, потому что и руки мерзли, и ноги мерзли, даже голова мерзла. Дышать было тяжело. Ну, в общем, довольна. Самое быстрое время среди женщин на чемпионате России показала Клавдия Афанасьева. Своих ближайших преследователей она обогнала на 6 минут. Ее результат – 2 часа 38 минут. Кстати, сегодня в Сочи Клавдия Афанасьева поставила рекорд страны. Я довольна своим выступлением. 30 километров держала свое в темпе, но последняя пятерка, когда 8 минут, тяжело. Тем не менее я дошла. У меня получился рекорд России, и я этим очень довольна. Очень высокий результат, особенно Клавдия Афанасьева. Порядка 2 часа 38 минут. Чтобы вы понимали, если скоррелировать на 50 километров, это выше мирового рекорда девочка прошла. Также сегодня в Сочи состоялись соревнования среди юниоров. Они прошли по 10 и 20 километров. Командный чемпионат России по спортивной ходьбе завершен. Впереди легкоатлетов ждет долгожданный отдых. Домашний матч в Сочи принес русским медведям оглушительную победу. Он завершился с разгромным для бельгийцев счетом 64-7. Это неоспоримая победа сборной России по регби. Встреча рэкбистов России и Бельгии на стадионе центра спортивной подготовки «Югспорт» состоялась следом за игрой с испанцами, в которой наши спортсмены 10 февраля проиграли за счетом 14-16. Так что на сочинском поле необходима была только победа. Мы видели матч против Испании и понимали, что этот матч Россия должна была выиграть. И не было никаких иллюзий, как сложится матч сегодня, как была сильно замотивирована сборная России. Матч второго тура чемпионата Европы по регби начался для российских рэкбистов под руководством балийского специалиста Лина Джонса «Удачно». В первом игровом отрезке счет сложился в пользу россиян 33-7. Замены у бельгийцев следовали одна за другой, причем в игру вливались молодые спортсмены. Успеху это не привело, упорного противостояния со стороны гостей не было. Во втором тайме российская команда удержала лидерство. Итог матча 64-7. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли. Их было слышно на протяжении всей встречи. Это очень круто, и нам очень приятно играть. Нашу первую домашнюю игру года при такой аудитории. Погода тоже не подкачала. Также поблагодарю, конечно, своих партнеров по команде. Сегодня была по-настоящему командная игра, и все очки были набраны именно командной, это командная заслуга. Поэтому это наша общая победа. Мне понравилась игра. Когда мы будем играть на Кубке мира, мы должны быть сильными, физически готовыми и показывать правильную игру. И это то, что удалось увидеть сегодня. После поражения с Испанией сборная России полностью реабилитировалась. Поддержать ее пришли около 2000 сочинцев. Некоторым удалось взять автограф у известных спортсменов. А европейский чемпионат продолжается. Он стал подготовкой к Кубку мира, который пройдет этой осенью в Японии. Пока же у сборной России в планах весенние встречи с командами из Германии, Румынии и Грузии. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи.ФКТ». В Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграмы и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти», макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Реклама 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 Продолжение следует...